МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей. На телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Медики в Гродно отмечают снижение количества зараженных коронавирусом среди детей. Три сокращенные рабочие недели подряд. В каком режиме будут работать поликлиники? Продолжается акция «Наши дети». Поздравить детей Гродно. Приехал заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин. Сокращать или нет? Вот в чем вопрос. Перспективы декретного отпуска. Увидеть ангела, стать ангелом и сфотографироваться с ангелом. Самая трогательная выставка сезона открылась в культурном центре фестивальной. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции. Согласно официальной статистике, на 23 декабря зарегистрированы 179 196 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 1922 пациента. Выздоровели чуть более 157 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. В активной фазе сейчас находится 20 768 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся есть и дети. Как правило, они контактные по учреждению образований или по домашним очагам. При этом, в отличие от взрослых, несовершеннолетние переносят инфекцию практически во всех случаях бессимптомно. Могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта и обычные признаки респираторных заболеваний. В детской поликлинике номер один работает 4 специальные бригады, которые забирают мазок или берут кровь для теста на коронавирусную инфекцию. В нее входят врач, медсестра и водитель. Медики отмечают, что по сравнению с первой волной COVID-19 сейчас население стало более просвещенным в этой теме и гораздо ответственнее относятся как к мерам профилактики, так и к проявлению симптоматики. Многие, как и полагается, при первых признаках вызывают врача. По новым правилам Министерства здравоохранения Беларуси контактом первого уровня тест на коронавирус делают только при наличии симптомов. Со слов медиков, на 100 детей это около 30. И в 70% он будет положительным. Кроме того, в первой детской поликлинике сдать экспресс-тест могут и взрослые. Услуга платная, но востребованная. Эти услуги оказываются как в условиях поликлиники, так и на дому. То есть пациенты вправе выбрать, где они хотят тестироваться. Если речь идет о тестировании в поликлинике, то это по записи. Пациент приходит к определенному времени в бокс. Это отдельный вход, то есть он ни с кем не контактирует. Доступна услуга по ЕРИПу оплаты. Если на дому, это тоже доступно. Точно так же приезжает процедурная медсестра во всем обмундировании и производит забор крови на дому. Результат теста выдается в день тестирования по средствам сообщения на мессенджер. Напомним, во всей стране введен масочный режим, вход в общественный транспорт и даже такси вместо общественного питания и массового скопления людей только в масках. При этом не стоит забывать о гигиене рук и использовать антисептик. А при первых признаках респираторных заболеваний обратиться к врачу. Параллельно этому сократить количество контактов. Как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация в области и стране покажет время. Время специалисты надеются, что применение вакцины против коронавирусной инфекции поможет остановить распространение COVID-19. Известно, что первыми будут прививаться медики, педагоги, работники сфер, которые контактируют с большим количеством людей. Будут использовать препарат российского производства. Сама прививка будет бесплатной. Период новогодних праздников всегда сопровождается выходными. Ведь каждому нужно отдохнуть, провести время с семьей и зарядиться силами. А вот у работников сферы здравоохранения в этом году график очень напряженный. Ведь они стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Это не только напряженная работа в больницах, куда пациенты поступают с тяжелыми формами заболевания, но и работа обычного врача общей практики. К тому же в новогодние праздники больных меньше не становится, скорее наоборот. А потому в поликлиниках сформирован специальный график работы с пациентами в эти дни. Стационарные учреждения традиционно работают по календарю. То есть в выходные и праздничные дни медицинская помощь будет оказываться дежурным медицинским персоналом. Амбулаторно-поликлинические учреждения не работают в праздничные дни. Это 25 декабря, 1 января, 7 января и в воскресные дни. Эти группы работают во все дни без исключения, в том числе в праздничные и выходные дни. По наблюдению за пациентами, выдаче листков нетрудоспособности и обследованию. К слову, по новым правилам, контактная группа обследует сейчас как пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, так и контактов первого уровня. Больше работы в эти дни стало и у врачей первичного звена, у терапевтов. Ведь помимо работы с обычными пациентами, они обследуют и зараженных коронавирусом. Время подарков и чудес. В стране продолжается масштабная новогодняя акция «Наши дети». Она действует уже четверть века. Каждый год представители власти, общественных организаций, депутаты и многие другие навещают детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей, ребят с серьезными заболеваниями или нарушениями. На этот раз Гродно с доброй миссией посетил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин. Место встречи – Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района. Здесь занимаются 48 ребят. Есть еще и другой корпус, который находится по улице Белка, и дети на надобном обучении. Всего в этом центре обучается 119 детей. Диагноз у них тяжелый, и в большинстве своем это ДЦП и аутизм. И самое важное для нас сегодня – это увидеть, как ребенок улыбается, как ребенок ярко реагирует эмоционально на героев, на Деда Мороза, на Снегурочку, на всех гостей. Наши дети всегда рады всем гостям, потому что они очень любят показать свою радость, то, чему они научились. И, конечно, таковая поддержка, оказание такой помощи всегда очень важно для наших детей, для такой категории сложной. Новогодние праздники – это всегда представления со сказочными героями, музыка и конкурсы. Однако ситуация такова, что эти дети требуют несколько другого внимания. Они стесняются большого количества незнакомых людей, шума и продолжительных мероприятий. Поэтому все самые важные слова и действия в оперативном порядке. И какой же Новый год без подарков? Центру вручили подарочные сертификаты на интерактивный сухой бассейн с оригинальной динамичной подсветкой, на получение компьютера, для организации деятельности диагностического кабинета и для другого специализированного оборудования. Условия созданные, условия очень неплохие, но, я думаю, всегда есть куда расти, всегда есть что совершенствовать. И воспитательный процесс, как человек, пришедший из педагогики в свое время, я думаю, что этот процесс такой не должен быть костным, и тут никаких догм не приветствуется. Он постоянно меняется, совершенствуется и развивается. Поэтому много что сделано, но сделать еще больше постоит. Я думаю, это один из основных моментов, который в жизни каждого человека должен быть. Это отношение к детям, отношение к родителям. Поэтому вот это те ценности, про которые мы всегда говорим, и я думаю, тут, наверное, не стоит много про это говорить, лучше надо делать спокойно. Декретный отпуск – это тот период, когда родитель может в полной мере уделить ребенку все свое время и быть с ним каждую минуту его жизни, когда это так необходимо. На сегодняшний день в Беларуси продолжительность декретного отпуска составляет три года. Один из самых больших среди стран-соседок. Однако уже на протяжении нескольких лет ведутся обсуждения о сокращении этого периода до двух лет. Каковы перспективы декретного отпуска и как относятся грудницы к этому вопросу? Разбиралась Анна Соловей. Надежда Ядковская – бухгалтер с 15-летним стажем. Однако самой заветной мечтой для нее стала не блестящая карьера, а рождение ребенка. Полностью реализовать себя в профессии, признается женщина, у нее не получилось. Но вот как мама, она хочет сделать все возможное, чтобы ее ребенок рос в любви и внимании. У меня ребенок немножко с аллергией, поэтому я, например, боюсь ее в сад отдавать. Поэтому мне бы хотелось до трех лет быть дома. Это от ребенка зависит и от родителей. Кто привык, сколько ребенку уделять время, какая у ребенка потребность. Если с бабушкой, например, она привыкла три года общаться, наверное, мама ей не очень нужна. Мне так кажется. Рассуждение о том, как долго должен длиться декретный отпуск – не новость. Этот вопрос на протяжении нескольких лет вставал на повестки дня. Но вот к конкретному решению так никто и не пришел. В последние дни эта дискуссия приобрела новый оборот. Теперь есть предложение пересмотреть вопрос о продолжительности декрета на законодательном уровне. Однако для этого сначала нужно узнать мнение самих избирателей. Ну, некоторые мамы, например, мои тоже, брата, жена, она тоже раньше вышла на работу. Ну, наверное, современная жизнь диктует это. Все хотят, чтобы была какая-то копейка. Семьи, конечно, они хотят и расширяться, и в жилищный вопрос, решать какие-то вопросы свои. Родных детей как бы нет. У меня есть племянники родные. Я смотрю просто потому, как это нелегко. Я считаю, что нет, это не нужно. Потому что те, у кого есть возможность, они и так выходят раньше. Есть люди, кому действительно тяжело. Три года им надо, банально, чтобы отправить ребенка в садик. Не знаю. Я со своими была полтора года в декрете. И вполне достаточно. Потом и в садике дети хорошо себя привыкают. Во всяком случае, мои особо сильно не капризничали. Нет, есть разные, конечно, дети. Я считаю, что вполне нормально. Хватит два года. Три года за много. Мнение в этом вопросе делится на два фронта. С одной стороны, в обществе уже устоялось мнение, что первые три года жизни ребенка мама должна быть рядом с ним. Вместе с тем, все больше становится и семей, в которых детей в садика дают в возрасте 2 и 2,5 года. И выходят на работу раньше положенного срока, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. О таких данных говорит и статистика. На 1 октября 2020 года в Гродинской области выплачивается пособие на 28 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 1 октября 2019 года, в области выплачивалось пособие более чем на 30 тысяч детей. По сравнению с аналогичным периодом, количество получателей пособий уменьшилось более чем на 2400 деток. Вместе с тем, для поддержания уровня рождаемости существует ряд льгот для семей, в том числе и многодетных. Так, например, единожды выплачивается и материнский капитал, который, к слову, в 2020 году повысился. Однако помимо этого существуют еще и ежемесячные декретные выплаты, которые для разных категорий семей отличаются. Если брать сумму выплаченных пособий на 1 октября по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по Гродинской области, то их удельный вес составляет всего лишь 8% от всех расходов бюджета фонда по нашей области. На сегодняшний день полный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет, если это на первого ребенка – 427 рублей 84 копейки, на второго и последующих детей – 488 рублей 96 копеек, на ребенка-инвалидов в возрасте до 3 лет – 550 рублей 8 копеек. Впрочем, многие находятся в декретном отпуске до самого его окончания просто потому, что на момент выхода в декрет не имели постоянного места работы. И теперь их страшит неизвестность, смогут ли они найти достойное место работы и будут ли востребованы на рынке труда. В этом случае стоит обратиться в Центр занятости и социальной защиты населения. За 9 месяцев текущего года около тысячи наших граждан, которые обратились в комиссию, были трудоустроены. Сначала они были поставлены на учет как безработные и впоследствии трудоустроились. Кроме того, у комиссии есть всегда под рукой список вакансий, которые сразу же предлагают гражданам. И прямо на комиссии граждане выбирают те предприятия, те вакансии, которые им подходят и могут обратиться непосредственно на предприятие, либо в организацию для дальнейшего трудоустройства. Так, например, в России и Латвии сам отпуск по уходу за ребенком может длиться три года, но пособия выплачивают лишь в течение полутора лет. В Литве декретный отпуск может продолжаться до двух лет, однако система выплат пособия там будет отличаться. В Польше продолжительность декретного отпуска зависит от количества детей в семье, родившихся во время одних родов и составляет 20 недель в случае рождения одного ребенка, 31 неделя двоих детей, 33 недели при рождении троих детей. Дискуссия о том, сколько нужно и можно находиться в декретном отпуске в Беларуси, продолжается. В этом вопросе, как показывает практика, в первую очередь стоит опираться на семейные обстоятельства. Так, например, Надежда Яткевич проведет в декрете весь период, ведь такая возможность в нашей стране все еще есть. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости ГРОНОПЛЮС. Встретиться с ангелом и загадать сокровенное желание. Культурный центр фестивальный приглашает в праздничные дни на самую трогательную выставку сезона. Экспозиция называется «Анельские спотканьи». И те, кто следит за культурной жизнью города, наверняка знают, что в канун праздников она проходит регулярно. В прежние годы тут можно было увидеть работы, созданные не только белорусскими, но и литовскими и польскими мастерами. А в этом году из-за закрытых границ доставить экспонаты не получилось. Зато теперь посетители выставки могут оценить размах творчества своих земляков. Совместно стали участвовать в выставке детская художественная школа искусств, любительское объединение «Народный городенский колорит», а также учреждения дошкольного и школьного образования города Гродно. В общем-то получилось так, что светились ангелы со всего города. Их получилось у нас порядка больше 50, потому что 50 учреждений приняло у нас участие в этом конкурсе. Но у нас было три номинации, не только ангелы, но еще была номинация «Лучший новогодний символ» и «Лучшее национальное украшение». Поэтому, в общем-то, представлено всего работу 112. На выставке представлена коллекция ангелов, созданных в разных техниках и из разных материалов. Фетр и лен, дерево и керамика, вязанные и сшитые. Многие из них сочетают в себе элементы национального стиля. Обилие ангельской темы дополняет второй зал, где представлены новогодние игрушки и символы будущего года. Тут также создатели экспонатов постарались подчеркнуть белорусские нотки. Вместе с тем, поскольку культурный центр фестивальный – это дом искусства для разных народов, здесь представлены и произведения, созданные по мотивам других национальностей. Скандинавские гномы, американские Санта-Клаусы, итальянская ведьма Бифана и японский ангел-аниме. Кстати, для девочек, девушек и женщин с ангельскими именами Анжела, Анжелина или Ангелина посещение выставки бесплатно. А вот счастливым обладателям других имен наверняка понравится идея почувствовать себя ангелом, примерив крылья и сделав атмосферный снимок в тематической фотозоне. Выставка «Анельские споткани» будет работать вплоть до Старого Нового года. Близится католическое Рождество. Рабочая неделя из-за праздника будет сокращенной, а это значит, у грудницов появится больше времени, чтобы провести его с семьей. Напомним, что в этом году в новом формате работает праздничная ярмарка. Она расположена на площади Советской, где угощение и развлечение по душе найдет каждый. Периметр площади зонирован, гастрономический уголок легко будет найти по ароматам шашлыка и выпечки. На месте можно купить не только мясо и рыбу, приготовленные на гриле, также подкрепиться горячим глинтвейном и сладостями. Дети могут покататься на пони, покружить на небольшой карусели или попробовать свои силы в тире. А для взрослых на площади на протяжении праздничных дней будет организована развлекательная программа, участие в которой принимают грудинские артисты и коллективы. Ярмарка в праздничные дни будет работать с 13.00 до 23.00, а в воскресенье – с 14.00. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова